Всем привет! Сегодня распаковка вот такой вот белой коробки. Внутри находится ShortCourse, еще один 4х4. Сейчас распакуем его. Значит, все знают магазин Башня. Это аппаратура. Аппаратура и перемычка. Все знают магазин Башня. И вот Башня под своим, скажем так, брендом выпускает ShortCourse. Называется он Cutback. Полный привод. Здесь нам небольшой мануал дается. О, смотрите-ка. Даже нам положили спур и еще какие-то запчасти. Качалку на серву и что-то еще. Давайте сейчас снимем его с его площадки и расскажу плюсы. То есть я назову данный шорт прямым конкурентом шорта от Assohi ProLite 4х4. Потому что одна и та же цена. 300 долларов. Значит, также полный привод. Также стоит БК-система. И также 10-й масштаб. И также есть влагозащита. То есть, опять же, за 300 баксов мы получаем полностью ShortCourse, который удовлетворяет всем нашим требованиям. А теперь подробнее. Давайте посмотрим. Здесь установлен мотор Tower Hobbys. 3600 оборотов на вольт. Влагозащищенная серва. Цифровая. С металлическим редуктором. И регулятор скорости на 80 ампер. Тоже влагозащитный. Значит, питается максимум 2-х баночным аккумулятором. Но, в отличие от ProLite, здесь бабочки установлены металлические. Шасси из 3-х миллиметрового алюминия. То есть здесь у нас, скажем так, более серьезно. И по весу, мне кажется, он даже потяжелее будет. То есть, реально. Посмотрим потом. Амортизаторы. 4 штуки. Регулируются путем, с помощью, не путем, а с помощью резьбы на корпусе. Также здесь два дифференциала. Полный карданный привод. И по центру стоит слипер сцепления. Насколько я вижу, да, здесь нет центрального дифференциала. То есть, все так же бюджетно, как и на ProLite 4х4. Стандартные бампера. Боковая защита. Не такая мягкая, как у ProLite. Резиновые брызговики. И все. То есть, ну, чашки, понятно, здесь с полуосями тоже здесь металлические. То есть, это, в принципе, уже должно здесь быть. Вот. Но он поддерживает только две банки. Давайте посмотрим аппаратуру и включим его. Посмотрим, работает или нет. Потом пойдем запускать. И посмотрим, как он гоняет в сравнении с его конкурентом. Я, на самом деле, знаете, когда увидел этот шорт. То есть, они там выпустили свою рекламку, да. Я подумал, он будет идентичный. А сошки прямо вот, думаю, наверное, на одной и той же платформе все то же самое. А нет, у них все свое. То есть, абсолютно все свое. Аппаратура, как мы видим, напоминает таксиаловскую, армовскую. Двухканалка. Приемничек вроде трехканальный. Так, она уже включена. Да, все правильно, включена. И мне нужно найти только аккумулятор. Заметьте, в отличие от Sohi ProLite, здесь нет в комплекте аккумулятора. Можно сказать, это и минус. То есть, мы не можем сразу запустить автомобиль, как он только к нам пришел. Но, как и плюс, в принципе, этот аккумулятор бесполезен. Так, отмечу еще один минус. Это отсек под аккумуляторы. Он немного коротковат. Мои аккумуляторы стандартные все сюда могут не подойти. И башня. Они так расположили, понимаете, просто у Assohi немного другое расположение. На одной стороне находится приемник, регулятор, там мотор и серво. А здесь регулятор стоит на стороне, там где стоит аккумулятор. И поэтому он не входит, видите, да, большой. Так что, покупая данный автомобиль, посмотрите длину отсека. Сколько составляет она. И подбирайте на основе этого аккумулятор. Поэтому даже не знаю, на чем я буду гонять-то тут. Ну, ладно. Сейчас наш одеяло запустить, а потом мы посмотрим. Что-нибудь другое подберу. Какой-нибудь двух банок. Может, что-то поменьше найду у себя. Но вряд ли. Так, кнопочка on-off. И тишина. Кнопочка on-off-то да. Но не работает. А что не работает? Плюс-минус я не перепутал, но ничего не запустилось. То есть, ни одна лампочка не загорелась на регуляторе скорости. Так. Аппаратура без разницы здесь. Ну, друзья мои. Ну, это не серьезно. Я отдал 300 долларов, а вы мне подсунули неработающий автомобиль. Ага. Короче, как я ненавидел данные разъемы, так я их и буду ненавидеть. Где-то был неконтакт, поэтому не сработало. Меняйте на нормальные. То есть, реально, друзья. Не посмотрел, насколько килограмм здесь серого установлено. Ну, здесь задний ход без проблем включается, в отличие от ProLite. Ой-ой-ой. Слишком быстрый. Понял. ProLite умеет как-то карабкаться более медленно. То есть, реально. Ну, что же. Наверное, нужно будет устраивать гонки двух конкурентов. То есть, ProLite и Cutback. На каком-нибудь треке, да? Посмотрим. Ну, сейчас давайте приступим к запуску на улице. Посмотрим, как он едет. Посмотрим на его резину. Сейчас у нас на улице зима, лед, снег. Поэтому супер зацепа не ожидаю. Но хотя бы первое впечатление о тачке, конечно же, можно сформировать. И дальнейшая ее эксплуатация покажет, насколько она лучше, хуже, либо будет одинаковая с прямым конкурентом с ProLite. Погнали! Раз, два, три. Ты смотри, у ProLite даже резина. Более цепкая, что ли? Ну, ничего, пока башеный. Cutback. Пок Statка. Здесь его... Продолжение следует. Покатуа. У нас már0к стала простая розаное следствие от ОТС. Ну что могу сказать по данному шорту В принципе знаете Ну если сравнивать с Асохой То я бы наверное был за Асоху Потому что она круче в плане у нее нет глюков И ничего не ломается пока На этом тоже пока ничего не ломается Сколько пока отъездил Но есть глюк с регулятором Напоминает VXL 3S от Traxxas То есть когда аккум обладает малой только отдачей Либо он замерз зимой Регулятор просто рубит мощность пополам И тачка не едет Здесь вот то же самое Проблема зимой ездить на аккуме Который будет холодный Единственное спасение это Держать аккум теплым То есть обворачивать его чем-то Обворачивать всю тачку чем-то внутри Чтобы снег туда не попадал Вот в этом как бы косяк И поэтому Асоха ProLine в этом плане рулит У нее никаких абсолютно глюков Мощность не падает Если аккум замерзает То есть там все нормально Здесь да конечно глюк Поэтому будем гонять Посмотрим как себя покажет Но здесь не держат трех банок В отличие от Асохи Ну посмотрим как будет на треке Когда трек полностью просохнет И уже можно будет нормально заехать А не только по снегу Поэтому Все друзья Ждем новые ролики Не забываем подписываться Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok